Киров. Город трудовой доблести. Год основания, 1374 год. Дата дня города уникальна для каждого года. В 2024 году это дата, 22 сентября. Киров-Хлынов, Вятка, административный центр Кировской области. Расположен на реке Вятке, в 896 километрах от Москвы. Крупный транспортный, промышленный и культурный центр. Меховая и торфяная столица, исторический город России. Первые поселения на территории нынешнего Кирова были образованы предположительно 2,5 тысячи лет назад. К 7 веку здесь сформировались первые народности племен удмуртов, марийцев и коми. Основные поселения располагались по берегам рек Чепцы, Маломы и Вятки. Первое подтвержденное упоминание о городе Вятке датируется 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на главный город Волжской Болгарии, Булгар. В 1378 году между Веченами и Суздальско-Нижегородским княжеством заключен договор о Союзе, а с 1391 года город становится основной резиденцией Суздальских князей Василия Дмитриевича и Семена Кирдяпы, изгнанных из Суздальско-Нижегородского княжества после завоевания его Москвой. После смерти князей в 1401 году власть переходит к Голицакому князю Юрию Дмитриевичу. Отряды Витчан участвуют в походах против Золотой Орды 1392-1409 годов и в войне московского князя Василия I с Новгородом 1417-1418 годов. По причине отдаленности от основных русских земель, Вятская земля не нуждалась в союзе с сильными княжествами и признавала лишь покровительство князей, оставаясь самоуправляемой территорией. В качестве главного органа управления действовала Народная Веча. Наиболее влиятельной группой феодального класса являлись бояре, за ними следовали купцы и духовенство. Остальные ветчане представляли свободное общинное население и состояли из крестьян и ремесленников. С именем Вятки связаны многие знаменитые имена. Город был ссыльным краем, здесь жили Салтыков Щедрин и Герцен, архитектор Витберг и Железный Феликс Дзержинский, племянник Александра III Сергей Михайлович Романов и многие другие. Здесь родились известный писатель Альберт Лиханов и космонавты Виктор Савиных и Александр Серебров. Вятские корни и у знаменитого Федора Шаляпина. Здесь бывали Наталья Гончарова и Айседора Дункан. После Октябрьской революции 1917 года Совет Верховного управления губернии заявил о непризнании власти большевиков и о выделении Вятской губернии в самостоятельную республику. В январе 1919 года Вятку с проверкой посетили Сталин и Дзержинский, выяснив, что Вятка с правительством в Москве связи не имеет, большинство чиновников – это бывшие царские чиновники. В результате работы комиссии 19 января 1919 года в Вятке создан губернский военно-революционный комитет. На июль 1938 года в городе было 28 предприятий, из них 13 – союзного и республиканского значения, 7 – областного и 8 – местного значения. Было развито кустарное производство. Во время Великой Отечественной войны за счет эвакуации из Москвы и Ленинграда машиностроительных заводов была в основном сформирована промышленность Кирова современные заводы им. Лепся, Маяк, Авитек, Сельмаш и другие. 20 мая 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести 12 городам». В их число вошел Киров. Название Киров город получил после убийства в 1934 году уроженца города Уржума, Вятского края Сергея Мироновича Кострикова, Кирова. Активный участник Октябрьской революции, однако, в самой Вятке никогда не был. До сих пор в городе ведутся споры о том, какое имя должен носить город – Киров или Вятка. В дореволюционное время в городе было огромное количество храмов прекрасной архитектуры. Многие из них были разрушены в советское время. Одним из старейших памятников культуры Кирова является ансамбль Успенского Трифонова мужского монастыря, расположенного на набережной реки Вятки. Среди других достопримечательностей города – церковь Серафима Саровского, Александровский парк, Кировский областной художественный музей им. В М, ИА, М, Воснецовых и другие. Помимо промышленных предприятий, здесь развиты различные народные промыслы. Знаменитая дымковская игрушка, изделия из копокорня, кукарские кружева, плетение из лозы, старинная традиционная вышивка. Одним из ярких событий, происходящих ежегодно в начале июня, знаменитый Великорецкий крестный ход, имеющий более чем 600-летнюю непрерывную традицию. Сегодня Великорецкий ход имеет общероссийское значение. День города в Кирове долгие годы отмечался 12 июня, одновременно с другим значимым праздником – Днем России. Но начиная с 2024 года его решено было перенести на сентябрь. Герб в современном виде принят в 2008 году. Геральдический знак, лук с наложенной на него стрелой, известен с 1497 года. При Иване IV Грозном знак был помещен на Большую Государеву печать. С 1626 года к знаку добавляется рука в доспехе, держащая стрелу, впервые появившаяся в вятском гербе, вытканном на садачном покровцея колчане царя Алексея Михайловича. В 1672 году в верхнюю часть вятского герба добавлен червленый красный крест. В 2008 году герб был отреставрирован Евгением Дроговым и Галиной Позняковой. 27 августа решением Кировской городской думы утвержден как символ города Кирова. Флаг Кирова представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета с отношением ширины к длине 2-3 и создан на основе символики герба города. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok